МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подальше от взрывов и выстрелов. Как принимают регионы России украинских беженцев. Следующий в маршруте. Рабочие поездки главы Чуваши по районам продолжаются. Золото для Чуваши. Или итоги спартакиада молодежи по самбо. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с регионами страны по вопросам оказания помощи беженцам с Украины. Число прибывающих в Россию увеличивается с каждым днем. Сегодня их уже 345 тысяч. 36 субъектов России вышли на связь, чтобы обсудить эти актуальные вопросы. 19 июля в Чувашию приехали более 20 человек с Украины. Эти люди совсем недавно покинули свои дома и как никто другой нуждаются в поддержке. Руководитель правительства России попросил еще раз внимательно отнестись к каждому человеку. Думаю, никому не нужно объяснять, что произошло. Люди бежали от войны, из зоны боевых действий. Они пережили потрясение. Многие из них, по сути, настоящее горе, потерю близких. В России они ищут защиту и поддержку. Наша задача заключается в том, чтобы отнестись к ним максимально внимательно, оказать им всю необходимую помощь. Премьер-министр отметил, самое большое количество беженцев на сегодня сосредоточено в Ростовской области. На содержание пунктов временного пребывания только этой области было выделено до 240 миллионов рублей. А сегодня также было подписано постановление, в котором на размещение граждан еще выделяется более 3,5 миллиардов рублей. В Ростовской области более 220 тысяч человек. Речь идет о том, что эти люди пересекали границу в разных пунктах пропуска, пересекали ее на территории Ростовской области. Как известно, это люди из Донецкой и Луганских областей Украины. Ежедневно по нашему мониторингу, который проведем каждый день, два раза в сутки, с докладом в письменной форме в 9 часов утра каждый день прибавляется примерно до 2000 человек. Что касается нашей республики, то Чувашия готова принять еще около 200 граждан Украины. Сейчас в республике находится 345 беженцев. Украинцы размещаются в основном у родственников или знакомых, а также в двух пунктах временного пребывания. Это база «Контур» и санатория «Чувашия-курорт». На сегодняшний день в центре продолжает проживать 70 человек. На сегодняшний день карантинное мероприятие на понедельник, вот 7 дней прошло, снято. И фактически сегодня уже все сотрудники могут приступать к работе. Из общего количества прибывших заявлением о предоставлении временного убежища обратились не все беженцы, лишь 260 человек. Хотя сейчас сроки рассмотрения заявлений сократились с 3 месяцев до 3 дней. Кстати, статус беженца действует только полтора года. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Траковский край, как издребельно называют Красноармейский район, местные жители богат торфом и глиной. На плодородных землях хорошо растет хмель, картофель и зерновые культуры. Михаил Игнатьев посетил Красноармейский район, чтобы узнать, как используются природные ресурсы и насколько эффективно работает бюджет. Чудокосинская школа рассчитана на 300 человек. Сейчас в ней учатся всего 40 ребят, которые приезжают из 8 соседних деревень. Кроме того, к школе пристроен детский сад, который посещают малыши от 3 до 7 лет. Ясли во всем Чудокосинском сельском поселении нет. Логично предположить, что пока не будет условий, рождаемость не повысится. Глава Чувашии был недоволен не только рождаемостью. В полуаварийном состоянии находится и само здание школы. С помощью косметического ремонта не скроешь покрытые плесенью стены и скрипящие от старости полы. Деньги на ремонт выделяются, а результата нет, отметил Михаил Игнатьев. Как полы красили там 30 лет назад, как доски были, так на эту краску каждый год 30 лет ложат одну и ту же краску. Уже краска, наверное, толщиной досок. Их надо снять один раз хотя бы и хорошенько покрасить. В этом году в деревне Яманаке приступили к строительству телятника на 250 голов. Молодые телочки чувствуют себя хорошо. И в скором времени переберутся в новое комфортабельное помещение. Однако, проблемы животноводческой сферы еще остаются. На совещании по итогам поездки подняли вопрос о качестве молока. И о недобросовестной работе участников. Когда кто-то в деревне смешивает с водой или через аппарат пропускает, но соседка же не виновата, потом это молоко смешивается, и они начинают качество делять. Я уверен, значит, кто-то там честно сдает свое качественное молоко, а кто-то все это снял, с водой добавил, сдал. Конечно, душа радуется у него. По данным Министерства экономического развития, в Красноармейском районе одни из самых высоких продаж алкогольной продукции в Чувашии. Командировочные и приезжие, именно они делают выручку магазинов, считают местные полицейские. Однако, это не значит, что местные жители приверженцы здорового образа жизни. Чтобы красноармейцы были в лидерах, надо заботиться о людях. Давать им работу и достойную заработную плату, резюмировали на совещании. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. С 1 августа этого года в Чувашии изменится порядок начисления платы за отопление. С чем связана корректировка оплаты жилищно-коммунальных услуг, узнала наша съемочная группа. На сегодняшний день плата за отопление начислялась равномерно в течение года. Размер ежемесячного платежа определялся среднемесячным потреблением тепловой энергии за предыдущий год. Независимо от отопительного сезона, в течение всего года чебоксарцы вносили одинаковую плату. А затем был перерасчет, который в зависимости от суммы вызывал разные эмоции граждан. С этого года принято решение перейти на оплату за отопление ежемесячно в течение отопительного периода. То есть то, что будет фиксироваться прибором учета в течение определенного месяца, вот эта сумма будет начисляться гражданам. Теперь за тепло мы будем платить не 12 месяцев, а 7. Значит и суммы оплаты будут больше. Хотя в летние месяцы в квитанциях в графе тепловая энергия будет ноль. В городской администрации понимают, что для многих семей суммы могут стать неподъемными. Для них разработана система поддержки. Субсидии будут начисляться тем гражданам, у которых размер совокупного платежа за жилищно-коммунальные услуги будет превышать 22% от общего семейного дохода. То есть если у них доход 20 тысяч, а размер платы за жилищно-коммунальные услуги, допустим, 5-6 тысяч составить, то им будут начисляться субсидии. А у кого доход, допустим, 50 тысяч семейный, а размер платы за жилищно-коммунальные услуги составляет 10% от общего дохода, им, конечно, субсидии не будут начисляться. С 21 июля в Чебоксарах открыта горячая линия. Действующие номера телефонов вы видите на экране. Здесь горожанам ответят на все интересующие их вопросы по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги. Евгения Егорова, Регина Кубайкина, Антон Вов. Республика. Многие эксперты считают, что новая система оплаты за тепловую энергию поможет снизить огромные долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. С введением новой системы начислений за тепло долговая яма должна стать меньше. Многие управляющие компании, не дожидаясь начала отопительного сезона, получат возможность рассчитаться с ресурсниками сразу в полном объеме по факту получения тепла. Другое дело, воспользуются ли этой возможностью недобросовестные управляющие компании. Похвастаться отсутствием долгов на сегодня не может ни одна крупная управляющая компания Чебоксар. Особых надежд по поводу того, что коммунальные технологии с нами начнут расплачиваться ввиду изменения порядка оплаты, мы не питаем. Из управляющей компании у нас есть управляющая компания «Навэк», в которой мы воюем очень сильно по дебюторской задолженности. Я думаю, что с управляющими компаниями ситуация улучшится, особенно в городе Чебоксары. В Ешкарале задержали автомобиль Ауди А8, из которого стреляли в Новочебоксарске. Машина обнаружена у дома родителей и ее владельца. Стрелок объявлен в розыск. По данным Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии, автомобиль принадлежит 24-летнему жителю Ешкаралы. Четверо пострадавших по-прежнему находятся в больницах. Было доставлено 4 человека по линии скорой помощи. Двое переведены непосредственно в больницу скорой медицинской помощи. Двое госпитализированы в реанимацию. Один из них с разнестрельным ранением шеи. Состояние стабильно тяжелое, стабилизировано, переведено в отделение хирургии. Другой человек с поражением головы, шеи и глаз. Состояние остается тяжелое, находится в реанимационном отделении. Были вызваны по линии санавиации специалисты, врача-стармолога. И на месте были проведены оперативные вмешательства. С мая этого года в республике действует операция МАК. Ее цель – выявление и последующее наказание лиц, продающих смерть. Накануне два пакета зелем изъяли у 28-летнего жителя города Канаш. В ходе осмотра в салоне легковушки было обнаружено зеленое вещество растительного происхождения. Оно было изъято и направлено на экспертизу. Экспертиза показала, что это маковая соломка весом 257 грамм, что является значительным размером. Как пояснил задержанный, маковую соломку он собирал в одном из приусадебных участков Фурнарского района. А в дальнейших планах было изготовление наркотического средства. Но не для продажи, а для личного потребления. Так ли это установит следствие? В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело. Природоохранная прокуратура завершила расследование по факту гибели рыбы в реке Рыкша. Напомню, в сентябре 2013 года в небольшой речке погибли тысячи рыб. Исследования проб воды показали превышение содержания аммиака в 18 раз. В случае, который, пожалуй, можно назвать экологической катастрофой, подозревают главного агронома агрохолдинга ЮРМА. Следствие установило, что подозреваемый после ливневых дождей обнаружил угрозу размыва так называемых пометохранилищ. И, соответственно, возможность попадания токсичного птичьего помета в почву и воду. Однако для предотвращения возможной аварийной ситуации ничего не предпринял. В итоге отходы третьего и четвертого класса опасности оказались в реке, на сельхозучастках и в почве лесных территорий. Вред нанесенной природе оценили в 286 миллионов рублей. Кстати, кроме природы могли пострадать и люди. Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Самбисты Чуваши вернулись из Пензы с двумя золотыми медалями. На днях там завершился третий этап летней спартакиада молодежи по самбо, по итогам которой сборная Чувашской республики оказалась на седьмом месте. Наша съемочная группа встретилась со спортсменами и их тренерами и выяснила, как им удалось добиться таких высоких результатов. 72 лучших спортсмена страны боролись в девяти весовых категориях. В их число сумели попасть три атлета из Чувашии. Воспитанники Чебоксарской школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Мы рассчитывали, что ребята отборятся хорошо и выиграют эти соревнования, потому что они прошли сборы и готовились, настраивались. И на самом отборе тоже неплохо отборолись. Поэтому мы думаем, что ребята сами старались и добились таких результатов. Первое золото в копилку Чувашской сборной принес Александр Федоров, выступавший весовой категории до 57 килограммов. Сейчас спортсмен на сборах в Анапе. Второй победитель спорта Киады – мастер спорта международного класса Максим Иванов. Он также сумел превзойти всех соперников весовой категории до 74 килограммов. На будущее у Максима грандиозные планы. На следующий год хочу выиграть чемпионат России и отобраться на мир. Но если самбо еще будет включено в универсиаду, то еще на универсиаду хочу отобраться. К сожалению, третьему спортсмену, прошедшему в заключительный этап спорта Киады Ивану Клементьеву, не удалось войти в число призеров. Возможно, всему виной жеребьевка. Но Иван не отчаивается, ведь все три спортсмена включены в состав участников первенства и чемпионата России. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. В эти выходные над Чебоксарами будут кружить вертолеты и даже истребители. Но наблюдать за их полетами возможно только в аэроклубе. Именно здесь пройдет очередной фестиваль радиоуправляемых авиамоделей. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Модели маленькие, но у них большие возможности. В небе над Чебоксарским аэроклубом они продемонстрируют зрителям фигуры наивысшего пилотажа. Самолеты будут уходить в пике, делать бочки, петли и даже зависать над землей. Фестиваль Чумотары в Чувашии проходит уже в пятый раз. Его участники прямо на взлетно-посадочной полосе посоревнуются в точности полетов и выставят свои модели на гоночный круг. Но самое зрелищное испытание участникам уготовят напоследок. Зрители увидят необычный воздушный бой. Авиамоделям будет необходимо сбить ленточку с другого самолета. С каждым годом слет малой авиации приобретает новых поклонников. Сюда приезжают гости не только из близлежащих регионов, но и Москвы. Раньше мастера воздушных виражей на протяжении четырех лет собирались в Цивильском районе. В этом году количество участников увеличилось, и организаторы перенесли фестиваль на более просторную полосу столичного аэроклуба. Этот уровень, который в этом году показывают чумотары, очень достоин российского уровня. Я думаю, что если они за будущий год будут такими же темпами развиваться, то будущий год, я думаю, соберет больше народу. И я думаю, что будут уже подтягиваться из Москвы, ребята из Питера, как вот, допустим, в Великие Луки приезжают, ну и из-за границы приезжают туда. В этом году сюда вновь приедут чемпионы престижных турниров авиамодельного спорта. Именно они покажут возможности авиакопий, которые уже сейчас берут на вооружение силовые структуры. Торжественное открытие фестиваля чумотары состоится в субботу в 10 часов и 30 минут. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Вы смотрели информационный программ «Республика» на национальном телевидении Чуваши. Я Ольга Пырочкина, с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин